приветствую вас мои дорогие друзья уважаемые зрители уважаемые подписчики я безумно рад вас видеть всех на своем игровом канале делан game и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровым симулятором помси 2 сегодня мы с вами прокатимся на автобусе пас 32051 вот такая вот старенькая модификация еще кстати на автобус смотрю старые номера присутствует москва наверное что-то связано возможно даже с московской областью с городом москва когда-то давно я думаю что жители москвы тоже могли лицезреть и видеть вот эти вот замечательные автобусы катим и сегодня с вами по 304 маршруту остановочка у нас стартовая чистогорск автовокзал и следуем до конечной остановки поселок богодинский вот так делось и звучит в принципе весь тюнь колхоз уже на автобусе есть стоит вот такая красочка такой салон вы можете видеть как он выглядит из окон этого автобуса еще единственные такие последние штрихи ободок оденем так утеплитель все-таки уберем он нам не нужен лето колпаки эти толку от них никакого нету одеть их не получится там они поверх этих в общем некрасиво смотрится не советую вот а так в целом если все ставить вот по дефолту как есть очень очень даже симпатичненько и интересненько естественно послушаем звуки мотора здесь они тоже уже поменены сделаны гораздо получше стройки видят думать что тот годит трактор где-то какой-то экскаватор работает а вот так вот так строится у нас чистогорска расширяется вот в принципе салон ребят ну такое я думаю всем уже будет знаком салон многое рассказывал про эти пазовские салоны и каждый раз он выглядит по-новому и вот так вот необычно действительно обшивка сидений ну просто она радует так ковер у нас есть давайте его расстелим вот так бабушкин ковер со стены тоже ему место быть прикольно вот так убираешь можно и кожух моторного отсека открыть и заглянуть туда ну туда мы уже заглядывали много раз там в принципе у нас без изменений что же давайте запускать двигатель масса не включена подадим питание нейтральная передача это старт звука звуков довольно таки неплохие но опять же есть смотрю какие-то звуки плане то что не сбалансирован а очень громкие это мне кажется передача за громко до включается давайте 1 вот чуть-чуть бы потише сделать а так целом конечно же неплохо ну что ж подъезжаем к остановочке и будем забирать наших счастливчиков наших с вами пассажиров свет обязательно тоже включим по цвету приборов тут работает делась остановка на посадочной платформы там смотрю на всех передачах присутствует такой посторонний звук видно синхронизатор уже в хлам все убито но автобус старенький он куча пассажиров которая идет к нам на рейс ох ну не знаю как вы будете пазики трамбоваться но как-то будете направление маршрутов тоже обязательно включим 250 и 304 посадочка у нас смотрю таблички нормально центровались а то изначально как-то выбрал и немножко не в сторону съехали сейчас смотрю вроде бы все на месте и все четенько у нас 4 ступенчатая коробка передач работает в паре с нашим бензиновым двигателем все как и должно быть обожаю эту пазовскую четырех ступку очень такая приятная четко здесь мы поворачиваем с вами направо что за безобразие нельзя нормально тут не знаю остановки все у нас будут или нет мы будем по пассажирам ориентироваться нет улица почтовая такой остановочки в путевом листе точно у нас не было у колхоза смотрю тут диски стоят дам зачастую раньше водитель любили закал ходить и автобусы и в машинах это было и знаете бытовало такое мнение типа что диск имеет зеркальную поверхность и когда полицейский стреляет радаром на скорость то как бы луч отражается и толком он не может полицейский считать показания но скорее всего я думаю что это мир может если действительно там прям уж прицельная четко точно стрельнуть диск тогда ничего не покажется так все равно на объект автобуса автобус большой объект и можно на любую часть автобуса другую направить вот этот вот луч радара и все равно скорость будет показана адекватная но его мое и красный сейчас загорится на не хочется конечно такие аварийные ситуации создавать ну что же делаешь водятлы они здесь такие немножко чуть-чуть чуть-чуть заранее я выехал где-нибудь на остановочке постоим все равно пока посадка высадка пассажиров будет осуществляться но как-то трамбуется что-то сидеть сильно никто не хочет те любят в пазе как стрим им нравится когда колбасе так у нас тут и запасочка имеется запасочка пазовская либо газовская это очень такая интересная поскольку по сделан на базе газа так что все там взаимозаменяемо у нас остановочка я смотрю но краешком глаза вижу путевом листе магазин написано так что будем ориентироваться на вот эту остановку тут похоже что-то на магазин возможно будет и остановочку наш так магазин улица полевая следующая через четыре минутки магазине в магазине должны быть во сколько на две минуты расписание немножко опережаем он пассажир появился что ли давай на ходу запрыгивать я уже отъезжать собрался так Продолжение следует... Ну что же с этими Волгами сегодня? Надо как-то его отрываться от него, потому что покоя нам точно сегодня не даст. Такое ощущение, что он на Волге едет в попутном направлении вместе с нами. Так, у нас остановочка-завод должна быть. Что-то тут 304-го маршрута. 250-й, ну... А, 304-й прямо. Звуки газоновские, реально. Звуки газоновские, реально. Да, вот светофора вообще не видно, только когда сидят за рулем. Светофор виден. Так, вторая передачка включена. Это долго красный, говорит, на переплеске. Уже пешеходные светофоры переключились. Как-то не синхронизировано. Уже пешеходные светофоры... Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот выбираемся мы за черту города Чистогорск Автобус, знаете, наполняет звуки еды такие посторонние и уши потихоньку начинают закладывать Вот реально, сколько до этого на пазе как катался как-то не так, но тут уже уши ложат у меня, вот я в наушниках сижу просто закладывать начинает То есть 70 уже так чувствуется предельно, но по тахометру еще запаса мощности у нас головой просто Субтитры делал DimaTorzok Лучше неспешно так ехать, потому что машины здесь перестраиваются с полоса в полосу, но благо нам освободили наш правый ряд А, понятно, что они освободили, впереди там грузовик идет Только сейчас он прорисовался, появился Нормально, да так? Перестраиваются, жесть О-о-о, а бочечник? Глаз да класс нужен Вообще ниоткуда появился, просто стоял, можно сказать, в ограждении уже этом стоял Нормально, восставшие из зада Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хочется ехать по правилам, но по правилам здесь тоже сильно не получается, знаете, там со всякими объездами, с поворотничками, все как положено Машины мешаются просто Я уже ждал этого момента, что так оно и будет Ну а что вторая не перестраивается? Одна перестроилась, а другая нет Так, у нас там остановочка, вроде мне кажется Знак остановки я видел, либо это кажется Грузовика пока не видно А, это заправка Заправочная станция Ну возможно остановка будет Нет, кстати, тут как-то так нету ничего Ну у нас по времени в 16 минут Остановочка должна быть Не знаю Обережаю сейчас расписание или нет Мне вот не хочется дополнительные строки эти красные Включать как-то вот Привык ориентироваться Вот часы есть в пазике Путевой лист Лист с остановками вот этот Все, и этого достаточно Так, ну кнопочка для связи с водителем сработала У нас кто-то уже хочет выйти Значит, пассажиры-то они чуют Они уже знают, когда и где готовятся выходить Значит, скоро у нас на горизонте Должен появиться населенный пункт Затяжной подъем Но почему-то проценты, кстати, на знаке не указаны Какой углон, сколько процентов Блин, ну тяжело в пазику Газ в пол 60 держит Но больше автобуса не разгоняется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, впереди, по-моему, наказатель уже стоит Светлая Деревня у нас такая, деревня светлая Деревня светлая Тем более, по расписанию Мы должны вот, ну, держа вот крейсерскую скорость В 16 минут должны мы прибыть Да, у нас остановочка на горизонте появилась Что, у нас дорога еще сужается? Эх Ча, беда, так хорошо ехали Так, ну, вроде там, кто хотел выйти, они вышли Ну вот, минута в минуту Так что, расписание нормально Вкладываемся Точь-точь по времени Сегодня постараюсь вот точь-точь по времени приехать Это по 25 минут, по-моему, должно быть На конечный В деревне Погодинская Ну, дорожка по луже стала Так, впереди еще Больше груза идут Конечно, в подъем Стрёмно обгонять Ну, я думаю, сейчас у меня и скорость просядет Это точно Стрёмно обгоняю Стрёмно обгоняю Вовремя погнали Здесь бы уже шансов у нас было гораздо меньше Обзорность, в принципе, довольно-таки неплохая Но Правила, конечно, есть правила Стрёмно обгоняя Пока Стрёмно обгоняю Жалко, что камера сильно не приближается. Было бы приятно, если путевой вылисток повернул бы камеру и перед глазами было бы. Так проще было, конечно, считать информацию. Так, сдалека приходится пересматриваться. Там уже поворот должен быть на деревне Богодинское. Как бы его не проморгать. Пост ТПС проезжаем. Относительно тихо и спокойно. Продолжение следует... Очередной у нас зигзаг. Ограничение в 60. Обгон запрещен. Вот приятно. В очередной раз он просто катаешься по Чистогорску, наслаждаешься, насколько информативна вся эта дорожная информация. Знаки, то есть, вообще круто. Кому предстоит сдавать на права учиться в автошколе, как раз таки ОМСИ-2 очень подходит вот этот симулятор для того, чтобы отточить хотя бы свои навыки. По крайней мере, в голове, в мысли ты последовательно будешь уже знать, что и как делать, где и как поступать. Ну, слушайте, по расписанию, наверное, надо притапливать, потому что в 25 мы должны быть, а тут мы даже еще до поворота какого-то не доехали. До поворотов было? Может, доказатель где-то не стоял? Вон, поворот. То, наверное, чуть-чуть мы запаздываемся. Тут явно остановки не будет сразу. Может, и будет на повороте. Любят здесь такие приколы делать, но обзор есть, по крайней мере. 304-й. Тут уже, конечно, плохо. Знаков приоритета нет. Так, 15-21. Что у нас? Вообще, секунда в секундочку, можно сказать. Точно по расписанию. Вот все-таки пазики с душой делаются, не знаете. Автобус, вот каждый автор, когда делает, какую-то душу кладет. То в звуке двигателя, то в интерьер салона. Но всегда они с душой сделаны. Как ложат мои уши, ребята, это жесть. Я, наверное, сейчас просто ору в микрофон. Но вот есть такое ощущение, как будто мы сейчас взорвемся просто. Ай-ай-ай-ай, нехорошо. Откуда они тут появляются? Что-то там, да ерунда такая. Прям, знаете, такие внезапные помехи на дороге. Вот иди. Вот иди. Бугадинский Народ, как-то слушайте, более активно все едут до конечной остановки Субтитры создавал DimaTorzok А, тут еще и 108 маршрут ездит Тут посадка, высадка, наверное, скорее всего у нас там Ну, ладно, посадка и высадка, в принципе, одно и то же По времени, ребят, на 10 секунд чуть раньше приятно Вообще, просто вот, можно премиум мне сегодня выписать, да? На самом деле, соблюдая вот в рамке расписания, действительно, я вписался Несмотря на то, что на длине чуть-чуть выехал раньше Пускай фазик наш отдыхает Пускай стоит, ждет своего следующего выезда Вам, как всегда, огромнейшее спасибо за просмотр Не забывайте проявлять свою активность Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч